Всем привет! Это Юля. Сегодня я вам хочу показать один из вариантов макияжа, который я делаю с помощью шестицветной палетки от Guerlain. Номер два. Палетка достаточно универсальная. С ней можно сделать всевозможные варианты макияжа, и дневные макияжи, и вечерние макияжи. Такая богатая палитра универсальных оттенков. Итак, начнем. На лицо я уже нанесла вот такой флюид от Chanel. Виталюмьер Аква номер 10. Компактную пудру. Вернее, компактные метеориты от Guerlain. И нанесла на веки базу от Mac Paint Pot оттенок Painterly. Итак, я беру кисточку 239 утму, плоскую. Опять же, вы можете брать любую кисть. Необходимо, чтобы она была плоская, чтобы удобно было нанесить тени. И первый оттенок из палетки я беру вот этот. Он такой светло-бежевый, сатиновый. Не матовый, так скажем, сатиновый. И наношу на все веко. Наношу похлопывающими движениями, чтобы тени легли ровно. Не пятнами, не кусками. Затем я беру этой же кистью и набираю кисточку. Я беру светлый оттенок и наношу его от внутреннего уголка до области под бровью. И также на вторую кистью. Hookcho. Итак, я беру шпинцу. Умolutions сатиновый. Я беру выскоть она крылье на носе переноску. Торный уех. Затем беру растушевочную кисточку 217, пушистенько набираю. А вот этот нижний оттенок, он такой серо-коричневый с золотым блеском, так скажем, и наношу на складочку, прорисовываю им складочку. И внешний уголок чуть-чуть прорабатываю. Так ли второй глаз? Этот оттенок замечательный, очень красивый на солнце, мне нравится, как играет цветом, с ним можно делать различные мяки, то есть его можно и на полное веко наносить. Вот я вам покажу пока такой вариант, который мне нравится, можно его в принципе и днем использовать, и вечером. Далее этой же кистью я беру вот этот самый оттенок, он такой более темный, сероватый, и добавляю его во внешний уголок. Далее я беру кистью карандаш. 219 уберу этот же оттенок, этот нижний, которому складочку прорисовываю и немножко подвожу внизу. Я беру опять нашу растушевочную кисточку 217 и набираю вот этот синяй оттенок, который по центру, встряхиваю. И прохожусь сверху по верхней, так скажем, по внутренней складке. Этот цвет, он в принципе не будет явно синим, но он даст глубину нашим голосам. Очень красиво подчеркивает этот глубокий синий цвет, цвет глаз. Просто вот так сверху, то есть уголок мы не затемляем, просто проходимся им сверху в складке. И я беру опять же кистью карандаш 219, набираю вот этот темно-темно-синий оттенок и слегка прохожусь им по внешнему уголку. Далее я беру опять 217 кисточку, вытираю ее. И набираю вот этот светлый оттенок и наше все эти переходы немножко растушевываю. Добавим еще синего цвета, так как он при растушевке немножко у нас больше, чем надо растушевался. И я беру кисть для подводки, вот у меня 231 от Мак. Но в принципе удобнее, наверное, скошенный, но в принципе никому как. У меня сейчас скошенной нет кисти, у меня есть такая плоская. И набираю вот этот темно-темно-синий оттенок и подвожу им века. То есть в данном макеиже я уже не буду использовать какую-то жидкую подводку. Потому что это будет слишком, мне кажется, грубо. То есть мы используем подводку, которая как раз для этого предназначена, из палетки. Итак, вот такой у нас получился макияж. Далее мы берем тушь, тушь у меня Dior Show Blackout. Реснички у нас должны быть достаточно пышные, достаточно объемные, так как глаза у нас яркие, насыщенные. То есть макияж глаз у нас яркий, насыщенный. Поэтому и ресницы должны быть такими. И так, вот так у нас получилось. Нам осталось нанести румяна и помаду. Румяна я выбираю более такого нейтрального оттенка. У меня румяна от Chanel, 60-й тон, Rose Temptation. Они такие натуральные, легкие, без каких-то там кричащих оттенков. Наношу чуть-чуть на щеки и растушевываю. Так как глаза у нас достаточно яркие, поэтому у нас румяна и помада будут более спокойные. И помада. Помаду я выбираю Шоссейда. То есть вы можете, в принципе, выбрать любую светлую нюдовую помаду. У меня BE 109. И сверху я еще пройдусь блеском. Блеск у меня от Chanel, 139-й тон. Он такой светло-бежевый, но немножко с розовинкой, но больше бежевый, наверное. И так, вот такой образ получился с данной палеткой. Можете посмотреть еще раз в глаза. Я думаю, что, в принципе, можно не только на вечер, можно и днем использовать данный макияж глаз. Главное, что соблюдать глаза ярче, чем губы должны быть. Итак, всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Продолжение следует...